Здравствуйте! В эфире программа «Культурное пространство» – спецвыпуск «Регионы». С вами в студии я, Александра Саблина, и наш гость Валерий Шинкаренко, руководитель отделения партии «Родина» в Ленинградской области. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители! Да, действительно, трудимся на благо Родины. И это замечательно, ведь кто-то должен. Сегодня нам с вами предстоит обсудить довольно сложную тему – это объединение Петербурга и Ленинградской области. И тема эта в той или иной мере поднимается довольно давно. Но сейчас, как мне кажется, даже отчасти неожиданно губернатора Петербурга и Ленинградской области объявили о интеграции регионов. И также параллельно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал, я процитирую, «не ловить политический хайп на теме гипотетического объединения Ленинградской области с Санкт-Петербургом». Кому были обращены эти слова? И, может быть, вам есть что ответить губернатору? Это не политический хайп, это возвращение публичной политики. 23 января этого года мы представили общественности план действий нашей партии в Ленинградской области. И действительно, ключевым пунктом этого плана является объединение Ленинградской области и Санкт-Петербурга в один субъект федерации. Несколько дней назад Александр Юрьевич публично предложил губернатору Санкт-Петербурга подписать соглашение об интеграции, о полной экономической, социальной и транспортной интеграции. Я хочу обратить внимание на слово «полной». Таким образом, действующая власть фактически признала актуальность для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга Проблема интеграции двух регионов. Вы хотите сказать, что все-таки проблема эта назрела, вы эту проблему видели, чувствовали давно. Но почему именно сейчас? Ведь, мне кажется, примерно с 90-х годов обсуждается появление агломерации. Что сейчас стало таким стимулом? Мы этим вопросом стали заниматься активно с 2016 года. И первый круглый стол, дискуссионный клуб, мы провели в декабре 2016 года. На тему объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но мы считаем, что именно сегодня, в 2020 году, с возвращением эпохи публичной политики, эта тема стала вновь остро на повестку дня. Мы должны думать о жизни людей в первую очередь. Мы не должны быть слепыми, глухими и немыми. Запрос на объединение исходит от людей, жителей пригородов Санкт-Петербурга, которые ныне чувствуют себя жителями второго сорта по отношению к петербуржцам. То есть мы сейчас в первую очередь говорим о Кудрово, Шушарах, об этих локациях, которые действительно под тенью Петербурга находятся. Мне близка боль именно жителей пригородов Петербурга. Это Мурино в первую очередь, Кудрово, Новая Девяткино, Бугры. Ведь де-факто петербургская агломерация уже существует. В многоэтажных микрорайонах Ленобласти, появившихся последние 20 лет, проживают десятки тысяч людей. Но там проживают не только жители Ленинградской области, там проживает десятки тысяч петербуржцев, которые не хотят менять петербургскую прописку, потому что не хотят терять те социальные годы, которые они имеют, и те преимущества, которые они имеют по сравнению с жителями Ленинградской области. Например, в том же Мурино сейчас официально 42 тысячи человек прописано, а мы знаем, что там население составляет около 100 тысяч человек. Вот считайте, 50 тысяч человек проживают в Ленинградской области. При этом не платят Ленинградской области налоги. И самое главное, не имеют права принимать участие в выборах и решать вопросы местного самоуправления. Они поражены в правах, получается, в своих. Каждый день едут на работу 440 тысяч жителей Ленинградской области в Санкт-Петербург. Каждый вечер возвращаются и стоят в этих узких горлышках дорог, которые связывают Петербург и Ленинградскую область. При этом платят налоги они в Санкт-Петербурге, а социальной инфраструктурой все пользуются в другом субъекте федерации. 440 тысяч – это практически половина трудоспособного населения Ленинградской области. То есть мы говорим о том, что фактически это единый рынок труда, который требует единого регулирования, единых подходов. И те проблемы, которые возникают у жителей пригородов Ленинградской области, они не могут быть решены властями Ленинградской области, просто потому что налоги платятся в другом субъекте. То есть это управленческая проблема, это не проблема желания или нежелания властей решать их проблемы. Просто у них нет такой возможности. А Санкт-Петербург не имеет права тратить свой бюджет, свои бюджетные средства в другом субъекте федерации. Запрещает бюджетный кодекс. Плюс я закончил мысль про поводу интересов петербуржцев. Полтора миллиона жителей Петербурга пользуются дачными участками, земельными участками Ленинградской области. Когда они туда выезжают в массовом порядке, они становятся жителями Ленинградской области. Они пользуются тоже социальной инструкцией, структурой. Им нужна также медицинская помощь. Им также нужна полиция, им также нужны дороги. А Ленинградская область, она не в состоянии, бюджет Ленинградской области в разы меньше бюджета в Петербурге. Он не может еще полтора миллионов пиковой нагрузки принять людей себе. И самое главное дать им достойную инфраструктуру. Поэтому вопрос, он зрел, конечно, 20 лет. 20 лет зрел. И вот он сейчас, надеемся, что он активно входит в политическую повестку и регионы, и федеральную политическую повестку в вопрос создания нашего нового макрорегиона. И мы активно его продвигаем и поддерживаем. Но все-таки, если мы говорим о появлении агломерации в этой ситуации, у субъектов появляется единый бюджет. И, как мне кажется, все-таки на Санкт-Петербург ложится больше, так скажем, больше, оказывается, давление, так скажем. Насколько интересно это городу? Я хочу уточнить нашу программу. Мы не просто выступаем за объединение Ленинградской области с Санкт-Петербургом и Водничественной Федерацией. Мы выступаем за присоединение к Санкт-Петербургу в Севоловского, Гатчинского и Ломоносовых районах. То есть присоединение вместе с объединением. То есть городу одно величество. У города появится возможность пространственно развиваться. То есть это будет современный, нужно стать современный цивилизованный мировой мегаполис со своей короной, у которого будет место, куда развиваться, у которого не будет стоять проблемы уплотнительной застройки, которая на сегодняшний день есть, у которого не будет стоять проблемы выноса промышленных предприятий, потому что она на сегодняшний день есть. Например, я 10 лет наблюдаю, как жители Коломяк борются с двумя асфальтобетонными заводами, которые отравляют им жизнь. Несколько администраций Санкт-Петербурга обещало эту проблему решить, но не могут решить, потому что у города нет новых площадок для того, чтобы вынести соответствующие, нужные городу производства, а дороги нам нужны, асфальт нам нужен, на безопасное от людей расстояние. И проблема не решена. Если мы объединимся, то предприятие вредное можно будет перенести. Естественно, при объединении надо будет ставить себе задачу создавать рабочие места поближе к месту жительства людей. Один вопрос решается, он решает. Второй вопрос. Так по цепочке мы можем значительно улучшить качество жизни наших людей. Есть еще проблема единая мусороперерабатывающая отрасль, которую мы видим, что понимаем, что она едина для Санкт-Петербурга и Генградской области, потому что мусор 1,8 миллионов тонн отходов в Санкт-Петербурге, деньги завод в Санкт-Петербурге, а полигоны и мусороперерабатывающие производства будут в другом субъекте федерации. И невозможно этот вопрос решить, не создав единые органы управления этой отрасли, чтобы мы могли создать действительно отрасль, которая перерабатывает отходы с глубиной переработки, минимум 50%, а не 7%, как сейчас на сегодняшний день. Просто мы его возим в пригороды, сваливаем этот мусор, потом заканчивается земля, начиная с вами в другое место, законные, свалки незаконные. По заключению счетной палаты в этом году, которая была опубликована, у нас два года, в течение двух лет все официальные мусорные полигоны Ленинградской области будут забиты битком мусора. То есть надо создавать новые перерабатывающие производства, новые полигоны. И зачем нам их создавать в пригородах Петербурга? Нам надо выносить их на расстоянии минимум 100 километров от центра Петербурга, договариваясь с жителями Ленинградской области, зачем это им нужно? Зачем они должны принимать отходы из другого субъекта Федерации? Сейчас жители Гатчины имеют полигон Новый Свет 2,5 километра, в который практически половина мусора от центра Петербурга свозится. Вот спросите жителей Гатчины, нужно им это нюхать, этот мусор около себя. Конечно, они не хотят увеличения и расширения этого полигона. Никому не нужны эти мусорные горы на границе. И только совместно два губернатора, два правительства могут этот вопрос решить. Но я подчеркиваю, что с точки зрения управления мы говорим о политической интеграции, а не только о подписании какого-то соглашения, потому что любое соглашение нужно будет исполнять. То есть как раз именно в этом моменте кроется основная разница того, что предлагается сейчас двумя правительствами и то, что предлагаете вы. Нужна действительно полная интеграция, в том числе и политическая. Мы не видели этого соглашения, мы не видели этого проекта соглашения. Сейчас пока только эта идея Александра Дрозденко, которую он публично озвучил. Наверняка будет создана какая-то группа рабочая, которая будет это соглашение готовить. Наверняка будет привлечена общественность какая-то. Наверняка. Поэтому прежде чем что-то обсуждать и комментировать, надо посмотреть, а что же это будет за соглашение и что в этом соглашении будет написано. Потому что из того, что мы видели заявление, там предлагается 50 на 50 расходы по мусорной форме. Возникает вопрос, почему 50 на 50, ведь у города 1,8 млн, а у области 700 тысяч. То есть тут очень много вопросов, которые надо раскрывать, отражать, объяснять. И прежде всего, еще раз мы входим в эпоху публичной политики, мы понимаем, что в Новом году мы в нее входим. И все изменения в Конституцию, и Семеновое правительство, она и призывает нас наконец-таки вернуться в эпоху публичной политики. Эти все вопросы должны публично обсуждаться и представлять их должное на суд общественности. И после этого приниматься. Тем более такие сложные вопросы, как вопросы интеграции. 23 января вы объявили о создании комитета по объединению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Этот комитет уже начал свою работу. В чем его основные функции? Конечно, мы объявили о создании общественного комитета, целью и задачей которого будет детально проработать все вопросы интеграции, о том, что мы говорили выше. Но прежде всего, это вопросы экономические, вопросы юридические, вопросы политические государственного строительства. Ведь много очень вопросов, на которые нужно дать ответ. И ответ должны дать профессионалы. Это должны быть ученые, эксперты, юристы, депутаты обязательно, избранники народные и депутаты, члены федерального собрания, депутаты Госдумы, и депутаты обоих ЗАГСов, и депутаты муниципальные, потому что они должны, по нашей мысли, включиться в работу этого комитета. Мы должны как раз-таки проработать вопросы единой политики в области мусоропереработки, единой политики в области трудовой миграции, единой транспортной политики, строительственной инфраструктуры. Мы должны понимать, как будут решаться вопросы местного самоуправления, потому что они по-разному решаются в области. Муниципальная власть имеет одни полномочия, в городе муниципальная власть имеет другие полномочия, как синхронизировать эти процессы. Нужно ли нам два ЗАГСа или нужен быть один ЗАГС? Нужно ли нам два губернатора, а будет один губернатор? Нужен ли главный начальник в этом случае? Конечно, окончательное решение будет принимать Верховная власть. Но мы, как общественность, люди неравнодушные, должны предлагать свое решение вопросов, свое мнение. И еще, не надо быть слепыми, глухими и немыми. То есть проблема существует, она всем очевидна. Тоже мурино на сегодняшний институт из человек. По официальным планам в течение 10 лет до 2010 года там должно быть построено 160 тысяч квартир. В 160 тысяч квартире по официальным планам будет 165 тысяч населения. Но мы понимаем, что реально там будет проживать в 160 тысяч квартир около полмиллиона человек. Что такое полмиллиона человек на таком маленьком пятачке? Это два Васильевских острова. На Васильевском острове сегодня прописано 208 тысяч человек. Два Васильевских острова, и на сегодняшний день там нет ни одной поликлиники и ни одного отдела полиции. Что должно случиться? Какая должна беда произойти? Как должны люди попросить власть, чтобы они услышали наконец-таки их проблемы и построили им там соответствующую инфраструктуру? В этом мурино не въехать, не выехать. Нет девятки на канализации современной достойной. И просто мы загрязняем Охту, загрязняем Неву, потом из Невы осуществляем водозабор этой воды. Понимаете, ну как можно строить в чистом поле многоэтажки и даже не решить вопрос с канализацией? Ну, раз уж это было сделано, то надо все-таки справить эту ситуацию. Но если для жителей пригородов Петербурга действительно понятна цель этого объединения, то для более отдаленных районов Ленинградской области чем же оно будет интересно? Ну, сам губернатор Ленинградской области говорит, что необходимо выравнивать социальные гарантии. Нельзя, чтобы жители одной страны были социально защищены по-разному. Есть конкретные цифры, насколько меньше получает житель по одним и тем же социальным статьям. по социальным статьям получает из бюджета Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Но это просто вопрос справедливости. Что, ну почему житель, проживающий не в Петербурге, там человек, гражданин Российской Федерации, проживающий в 100-200 километров от Санкт-Петербурга, должен получать пособие меньше, чем... Поэтому рядовому жителю Ленинградской области, который не ездит на работу в Санкт-Петербург, это тоже будет выгодно. А потом, представляете, те налоги, которые уходят через другой субъект Федерации, они останутся в едином субъекте Федерации. Естественно, у нового руководства будет больше моральных, и с него может быть требовать то, что эти налоги платились по месту проживания людей, а не по месту их работ, по месту их прописки, по месту их работ. То есть получается, должна жить в таком уровне, и всех жителей Ленинградской области должна улучшиться. Но все-таки у нас программа «Культурное пространство», и хотелось бы еще вопрос культурного плана задать. Несколько лет подряд Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, в своем новогоднем обращении называет жителей области «Ленинградцы». Насколько вы согласны с таким подходом? Вы знаете, мой дед погиб в Донских степях, защищая Сталинград. Для меня Сталинград и Ленинград – это святые имена. И город Ленинград, он вошел в вечность. И поэтому все мы, ленинградцы, кто помнит своих дедов и прадедов, мы ленинградцы. Поэтому и петербуржцы, и ленинградцы – это одни и те же люди. Я тут различий никакого не делаю абсолютно. Мы все ленинградцы, все петербуржцы. Если вы спрашиваете, как бы стоило называть нового субъекта федерации… Я думаю, действительно, следующий вопрос вы предугадали. Я считаю, что тут придумывать ничего не надо. Если Санкт-Петербург, то Санкт-Петербургская губерния. Я так думаю. Ну, может быть, будут какие-то еще мнения. Это решать будет народ. Верховная власть, люди будут решать, как Верховная власть будет предлагать, а люди будут голосовать на референды, как будет называться, и будет ли вообще этот проект существовать. Поэтому мы за возрождение Санкт-Петербургской губернии. Я могу со своей стороны только поддержать. Мы вас убедили? Меня вы точно убедили. И если будет референдум, а его обещают, я думаю, что да. У нас есть голос. Если будет референдум, и такой вопрос будет поставлен, то тогда вы проголосуете. Пока еще слишком много «если», но у нас есть комитет общественный, который над этим работает. Ну, вот мы будем трудиться на благо. Спасибо большое. Нашей Родине и нашего макрорегиона. За это интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова